На территории района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что работы по откачке воды с подтопленных территорий ведутся круглосуточно, справиться с ситуацией пока не удается. Вот уже практически неделю славянцы живут в условиях чрезвычайной ситуации. Из некоторых домовладений так до сих пор и не удалось откачать воду. Таких домов 47. Подтопленными остаются 96 придворовых территорий. Уже приезжали дня 4 назад, откачивали воду. Но до этого дня 2 стояло, не было возможности у них откачивать. Ну как бы заявки принимали, да, в обязательном порядке. Я думаю, что машины отправляли по мере возможности или по мере освобождения на других каких-то участках. В принципе, как бы откликаются на все просьбы или заявки. Откачкой воды занимаются 35 насосных станций, 71 единица техники, около 200 человек. Но несмотря практически на круглосуточный график работы, полностью откачать всю воду не удается. Ситуация усугубляется из-за продолжающихся дождей и подъема грунтовых вод. Многие жители жалуются, что воду не откачивают. Однако есть и те, кто понимает. Делается все возможное, чтобы помочь людям. Выполняется огромный объем работы. И если не едут к вам, значит в это время помогают кому-то другому. Нас подтапливают второй раз. Вот когда были июльские большие ливни, мы как-то так справились. А вот это вот еще на то наложилось, это. Ну короче, дочка обратилась, приезжали ребята, смотрели комиссию. Потом девочки приехали, тоже посмотрели комиссию. Ну и все. А теперь они заявку дали, теперь вот ребята приехали. И посмотрели, посмотрели, видят, что тут мелковато. И ямы мне копали, и траншеи пропускали. А тут сверху льет ливень. И они под этим ливнем даже не отдыхали, ничего. Вообще. Очень я довольна ими. Ну пока я не сталкивалась с помощью, как бы тоже обижалась, что это долго. А тут этот ливень с неба льет, а тут никто не едет. Тоже обижалась. А теперь я посмотрю, а как они работают. Это никакое сравнение не идет. Я очень благодарна, молодцы. Всем пострадавшим после оценки комиссии будут назначены материальные выплаты за утрату имущества. Списки продолжают уточняться. Прогнозы синоптиков неутешительны. На наш район надвигается грозовой фронт. Вновь ожидаются дождь, гроза, сильный ветер. Задействованы все службы. Работает техника, предвижные помпы и насосные станции. Телефоны горячей линии администрации 41112, службы спасения 112.